Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хубагивили, и в сегодняшнем видео мы с вами смотрим на новую программу, которая называется Course Forge, которая создана для того, чтобы облегчить нам с вами загрузку модов и CC контента в нашу любимую игру The Sims 4. Многие из вас просили рассказать и показать, как её устанавливать, как ей правильно пользоваться, и вчера до 5 утра я с ней разбирался, и вроде как во всём разобрался. И сейчас покажу именно вам. Так что, поехали! А ещё я заметил, что прямо надо мной пломбоп, вот там, это выглядит прикольно. А перед просмотром данного ролика я рекомендую подписаться на канал Сабины. На её канале вы найдёте разнообразие по прохождению различных игр, таких как Stray, Spore, The Best Inside, House Builder, Subnautica и, разумеется, The Sims 4. Сабина ведёт свой канал буквально 2 недели, но ролики на нём выходят регулярно, так что переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на Сабину и в комментариях передавайте привет от Хубагивили. Ссылка на скачивание программы CurseForge будет внизу в описании, так что переходите, а дальше всё по инструкции вместе со мной. Ссылка на вот эту страницу, которую вы сейчас видите перед собой, есть опять же повторюсь в описании. Вы листаете чуть вниз и вы тут скачиваете ту версию программы, которая нужна именно для вас, а именно либо на Windows, либо на Mac OS, либо на Linux OS. Ну, судя по всему, у большинства из нас Windows, поэтому нажимаем на скачивание Windows. Если у вас компьютер в компании Apple, нажимаете на Mac. Нажимая на кнопку Download, у вас тут вылазит две версии программы, которые вам нужно скачать. Вы выбираете ту, которую рекомендует сам сайт. CurseForge, он Overwolf Recommended. Нажимаете на неё и начинается у вас загрузка программы на ваш компьютер. Дальше после её загрузки нажимаете на её ярлык, открываете, либо там в папке загрузка, либо ещё где-нибудь. И у вас начинается установка, у вас начинается установка сия программы. Добро пожаловать в CurseForge на Overwolf. Мы выбираем здесь русский язык, нажимаем Далее. Дальше мы выбираем место, куда она будет устанавливаться. В моём случае я выбираю, тут смотрим, в моём случае я выбираю Disk D, потому что у меня в основном все программы устанавливаются на Disk D. X86 и куда-нибудь вот пусть вот туда. Если у вас один диск, то выбираете Disk C, ну я просто прописал путь, куда мне удобнее, чтобы программа установилась. Дальше вы можете нажать на ярлык, на галочку, точнее создать ярлык CurseForge на рабочем столе и создать Overwolf на рабочем столе. Скажу сразу, нам от этой программы нужен лишь только CurseForge. Overwolf это их отдельная дополнительная программа, я так и не понял, до чего она нужна, но не суть. Она нам не особо нужна, но она тоже установится на компьютер, мы ей пользоваться не будем, но без Overwolf'а CurseForge не работает, поэтому им нужна вот совместная связка. Так что тут галочку мы внизу не ставим, просто нажимаем, подтверждаю ознакомление и согласие, нажимаем Далее. И поехала загрузка программы CurseForge, это довольно быстро, прямо сейчас, перед вашими глазами, уже половина установилась, чуть больше половины. Установка и вон там на рабочем столе, сверху появился значок CurseForge, там все отлично. Так, у нас открылся браузер, открылась ссылка, скорее всего нас сейчас поблагодарят, CurseForge, thank you за установку, спасибо большое. Отлично, это мы можем закрывать, браузер тоже закрыть, и теперь мы с вами работаем исключительно с самой программой. Она у вас установилась, и тут есть кнопка запустить, нажимаете, либо вот тут вот с ярлыка на рабочем столе, запустить. Итак, после того, как CurseForge у нас запустилась, нас приветствует вот такая вот классная анимация, у нас тут идет инструкция по настройке, но нам как бы, мы ее скипаем, нам она не нужна, сейчас вам все объясню наглядно и так, чтобы вы понимали и видели. Для начала, перед тем, как перейти в The Sims 4, нам нужно настроить программу, для этого мы переходим вот сюда вот в настройки, setting снизу, выбираем кнопку language, выбираем здесь русский язык, он тут присутствует, и собственно у вас вся программа перешла на русский язык. Ну, помимо каких-то определенных моментов, да. Дальше мы закрываем выбор языка, и собственно мы теперь с вами в самой программе CurseForge. И нас с вами интересует The Sims 4, правильно? Правильно. Ну, если вас интересует какая-то другая игра, там собственно разберетесь сами. В моем случае The Sims 4, вот она появилась, вот она потрясающая, нажимаете на нее и вас приветствует вот такое вот окошко. Дальше вы нажимаете найти игру, либо искать сейчас, либо добавить игру вручную. Давайте с вами рассмотрим два варианта. Если вы нажимаете искать сейчас, у вас вылазит окошко выбора жесткого диска, на котором у вас установлен The Sims 4. Вы выбираете либо диск C, либо диск D, либо два, если не помните куда Sims у вас установлен. Либо же вы прописываете вручную, куда у вас находится игра. В моем же случае это диск D, папка Program Files, здесь же вы находите EA Games, скорее всего, да, и The Sims 4. Вот тут у меня установлена игра. Это способ вручную, как выбирать, то есть в The Sims 4 нажимаете, нажимаете выбор папки. В моем же случае я хочу искать автоматически. Я знаю, что моя игра установлена на диске D и нажимаю поиск. Программа некоторое время будет искать файлы игры и говорит вам сул-сул, потому что в моем случае Course Forge нашел The Sims 4. Распространяется ли это на пиратскую версию The Sims, не знаю, но скорее всего да. Просто нажимаете поиск и выбираете тот жесткий диск, на который вы установили The Sims 4, и здорово, потрясающе. Опять же, ребятушки, здесь надпись Hello, Fellow, Simmers и тому подобное на английском языке, потому что сама программа Course Forge поддерживает русский язык, а вот игра The Sims 4 в этой программе со всеми надписями и тому подобное, к сожалению, нет. Вот, поэтому нажимаем Check It Out и смотрим. Вот он просканировал мою папку mods и папку tray. В чем прикол? Смотрите, давайте разъясню, расскажу и покажу. Теперь, при помощи программы Course Forge, мы с вами забываем, что такое папка mods, потому что программа Course Forge является той самой теперь папкой mods. Я вчера психовал и стерил, потому что мне эта тема не очень нравится, потому что я 8 лет качаю доп-контент для Sims 4. Я 8 лет все это нормально сортирую по папкам в своей папке mods. Теперь же программа Course Forge ломает мне мозг от словом совсем, потому что, заходя в папку, давайте зайдем с вами, вот, как бы, документы, Electronic Arts, Sims 4, папка mods. И вы тут можете видеть, что у меня большинство модов, они рассортированы по папкам, то есть, мод на 5 колонок, доп-контент от автора Max20 отдельно, карты городков, кулинарный мод от Сомик и Северинки, чит-экстеншн, экраны загрузки, у меня все по папочкам распределено, все здорово, все классно. И можете видеть, вот здесь, вот внизу, еще папки, а именно, командный центр, здесь же спиральные лестницы, которые, классные спиралевидные лестницы, которые появились в виде модов, также тут, а это уже мои моды какие-то, это вывески для магазина, на них мы не обращаем внимания. В чем суть? Объясняю, рассказываю, горело вчера у меня, конечно, жестко. Теперь, для того, чтобы вы могли автоматически скачивать, обновлять моды, вам лучше в папку mods по пути документ Electronic Arts Sims 4 не заходить от слова совсем, потому что у меня пригорит жестко, потому что программа Course Forge во время загрузки определенного мода не запихивает его в папку. Она закидывает его просто файлами, прям в корневую папку mods, не рассортировывая. Например, я вчера, давайте вот мы сейчас с вами, прям вот вам наглядно покажу, прям наглядно, чтобы вы понимали. Я эти моды все вырезаю из своей папки mods, закидываю в отдельную пустую папку на рабочем столе, и смотрите, моя папка mods полностью пустая. Тут мы обновляем, чтобы он понимал, что моя папка mods пустая, а тут как бы у нас папка train почему-то не убрал командный центр. Видите, он не дает мне перейти, потому что командного центра нет, можно его просто отсюда удалить. Теперь мы с вами переходим во вкладку Get More Mods. Здесь, собственно, и находятся все моды, которые присутствуют в Course Forge. Ну, скажу сразу, не все, большинство нет. Mod на 5 колонок, его тут нет, которым я пользуюсь. Вот, но я надеюсь, что в ближайшее время он тут появится. И смотрим, просто смотрим. Например, мне нужен какой-нибудь, давайте, смотрите. Тут у нас есть какой-то пресет на глаза, да? Или это ресницы, что это? Это реснички. Это классные, здоровские реснички. Мы их с вами нажимаем Установить. И он их закидывает прямиком в папку mods. Все. Все присутствует, все здорово, все отлично. Загружены эти реснички один день назад. Все классно, все потрясающе. Заходим теперь в нашу папку mods. Так, документы. Electronic Arts, Sims 4, папка mods. Все ресницы, которые есть в этом доп-контенте, да? Они просто закинуты без папки в нашу папку mods. Ну, вы мне скажете, ну так, Сереж, ну создай папку, закинь туда. Хорошо. Создаю папку. Закидываю сюда. Например, да, это у нас будут ресницы. Нажимаем, называем это ресницами. Теперь мы заходим в mymods и видим, что эти реснички установлены. Правильно? Но, но мы же их закинули в подпапку. А это означает, что мы нажимаем на обновить, чтобы он еще раз просканировал папку mods. Он ее сканирует. И раскидывает все ресницы на отдельные, мать его, файлы. На отдельные. Тем самым, тем самым, кому-то это будет удобно. Вы сможете отдельно удалять ресничку. Каждую. Но если вдруг эти самые ресницы каким-то чудесным образом сломаются у вас в игре. Ну, в принципе, сломаются. И автору нужно будет их обновить. А обновится вот эта иконочка. Вот именно вот эта вот. Он показывает, что данного мода у вас в папке нет. Потому что вы нарушили целостность пайла. Вы закинули его в подпапку. Вот это меня вчера бесило. Да просто до невозможности. Мне говорили о том, что, ну, доп-контент же не обновляют. Обновление же, ну, для доп-контента не выходит. Не выходит. Но в вашей папке МОДС, именно вот в этой вот, в физической папке МОДС, да, по пути Electronic Arts 74 папка МОДС, если вы хотите, чтобы все моды обновлялись в свои времена, вы не должны закидывать их в подпапки. То есть, командный центр, а любые другие моды, именно моды, не доп-контент, ну, и доп-контент включительно, любые моды, забудьте про подпапки от слова совсем. Теперь все моды и доп-контент будет находиться в вашей папке МОДС просто огромным списком файлов. Огромнейшим списком файлов, но при этом, заходя в программу Course Forge, оно здесь будет удобненько, классно расположено. Об этом я и говорил в начале видео, что теперь вот про эту папку МОДС стоит забыть вообще, чтобы просто себя элементарно не бесить. Наличием в этой папке огромного, не отсортированного списка файлов. Потому что я же, повторюсь, я 8 лет сортировал все свои моды по папкам. Теперь же, если я хочу, чтобы все мои моды обновлялись, загружались, подкачивались, ээээ... Все, забудьте просто про стартировку модов в своей папке МОДС, забудьте хренам собачьим. Теперь вы слегка и полностью посвятите себя Course Forge'у. Потому что именно в этом, в этой программе, все ваши моды вот так вот, ну, если мы сейчас, нам придется, если мы сейчас вытащим вот эти вот реснички отсюда, вот так вот мы их вырежем отсюда, и вот сюда вот так вот вставим, эту папку с ресничками мы удалим, обновим здесь моды. Видите, все, он убрал эти реснички отдельно, и он теперь показывает, что у нас есть один, вот один мод от этого автора с этими ресничками. И теперь на него нажимая, он переходит на страницу данного мода. А если вы закинете его в подпапку, он скажет вам, а хер вам, товарищи, нарушили, нарушили, нарушили. Вот, теперь если вдруг каким-то образом на эти реснички выйдет какое-нибудь, там, не знаю, обновление, исправление багов, там, или еще чего-нибудь такое, потому что, ну, все возможно в этой жизни, да, то это обновится, потому что в папке mods эти ресницы просто находятся просто обычным списком. Вот такие дела, вот такие дела. Поэтому, ребятушки, теперь ваша папка mods, которая находится по пути документ Electronic Arts 74 mods, лучше в нее, если вы жесткий перфекционист, в нее лучше вообще не заходить, она выбесит вас просто безумно, она выбесит вас конкретно, она прям будет давить вам на глаза. Да, поэтому мы эту папочку спокойно закрываем, и вот во вкладке my mods с вами видим, мне, конечно, бы еще вот тут вот было бы здорово, если бы мы с вами каким-то образом убрали папку tray, потому что он ее тут тоже везде показывает, всех персонажей, которые лежат у меня в папке tray, все постройки, которые накиданы у меня в папку tray, ну, как бы тут все. Вот, если он, если убрать папку tray, то будет шикарно, то будет потрясающе, но убрать папку tray тут почему-то нельзя, то есть только тут можно отсортировать, отсортировать только по алфавиту. Вот, такие дела, но в программе Course Forge у меня есть еще одна претензия, это поиск модов. Начнем с того, что в этой программе пока что на данный момент не все моды. Давайте так, плюсы этой программы, она капец какая удобная, удобная, но не до конца. Обновлять моды, например, вот, get mods more, more mods, например, командный центр, это же вообще просто уникальная возможность, нажимаете установить, и командный центр залетает к вам в игру. Все, командный центр в игре у меня установлен, мне не нужно заходить на сайты, 5-10 и тому подобное, все, командный центр есть у меня в игре. Вот, только одно но, русский язык командному центру нужно зайти вот куда-нибудь в интернет и найти. Вот, опять же, да, минус. Опять же, если я не помню, есть ли русский язык встроенный в командный центр или нет, по-моему, есть, по-моему, нет, но это уже вопросики к вам. Вот, например, меня интересует автор Max20, мой просто любимый автор доп.контента и хороший человек, мы с ним общаемся. Например, я в поиски ввожу Max20, нажимаю поиск, и мне ничего не удает, хотя доп.контент от Max'а есть в программе CurseForge, он присутствует. И как его найти, я без понятия. Например, мы с вами идем поиск по категориям Build and Buy, то есть строительство и покупка, и вот из большущего списка различных авторских этих комплектов, вот я вижу автора by Maximum 20, он тут записан как Maximum 20. В случае с поиском авторов в этот момент я ошибся. Авторов можно искать в стреке поиска, главное знать, как правильно они называются именно в программе CurseForge. Здесь я хотел посетовать на тему того, что если вы, например, нашли вашего любимого автора и хотите следить за его контентом, который он выпускает в той же программе CurseForge, вы не можете на него подписаться именно в программе, но вы можете подписаться на него, зайдя на официальный сайт CurseForge. И как это работает совместно в связке, без понятия. Все, к этому претензий нет, он ищет по нику, нужно главное знать, какой никнейм у автора. Вот, ну это здорово. Но теперь если нажму установить, 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 сейчас мы с вами зайдем в нашу папку mods и посмотрим, что там произойдет. Мне просто интересно, раскидается ли контент Макса по папкам, либо же он раскидается также просто большим-большим скопом различных файлов. И действительно все минималисты просто помрут, зайдя в папку mods. Заходя в mymods, мы с вами видим, что у нас установлены комплекты от Макса. Да, они тут есть, они отображаются, все здорово, классно. Но заходя в папку mods, смотрим, так, документы, Electronic Arts, Sims 4, папка mods. А вот эти вот папки, они отдельно закидываются. То есть, тут раз на раз, как говорится. Какие-то моды в папки закидываются и формируются как папки. А какие-то моды кидаются просто огромнейшим списком файлов без какой-либо подпапки. Вот такие вот дела. Вот такой вот Horse Forge, поэтому я, мой вердикт, давайте так, мой вердикт такой. Я буду скачивать моды и доп-контент из Horse Forge, потому что это удобно капец. Моды будут потом автоматом обновляться, потому что вот тут вот есть кнопочка обновить. Обновить все, да, он будет показывать, какие моды у вас нуждаются в обновлении, на какие моды вышло обновление. И вместо того, чтобы вам заходить в интернет и на разные сайты, вы сможете просто зайти в Horse Forge и обновиться. Вот. Другой вопрос в том, что в Horse Forge еще нет всех тех модов, которыми я пользуюсь. Например, тут нет чит-экстеншена, моего излюбленного мода. Здесь нет еще пяти колонок, которые в касс колонки добавляет в редактор создания персонажа. А тут еще нет этого мода. Вот. Поэтому появятся они или нет. Но программой Horse Forge пользоваться я буду. С радостью. Она очень удобная, она очень классная. Просто сейчас именно вот встает вопрос, добавят ли сюда те моды, которыми я пользуюсь. Например, потому что вот реалистик Кукин мод от Сомика и Северинки. Он очень классный, он у меня в игре есть. Ну, в тех модах, которые я в начале видоса вытащил из игры, там этот мод есть. Вот. Поэтому, поэтому да. Поэтому вот такая вот программка, вот такое мое не совсем, не знаю, корректное мнение. Может быть, вы с ним не согласитесь, а может быть согласитесь, а может быть такие скажете, да ну ее нахер. А может быть скажете, капец, на удобное. Так что все зависит только от вас, будете вы ей пользоваться или нет. Но опять же, из всех минусов, которые в ней сейчас присутствуют, это отсутствие, наверное, русских переводов в модах. Их нужно будет искать отдельно. Вот. Но, но такая проблема не только у нас, ребят. У многих там, у испанцев, у итальянцев. У них тоже отдельные переводы. У них тоже отдельно скачивают. У них тоже все это отдельно, да. И отсутствие тех модов, которыми я пользуюсь. То есть, если я, допустим, сейчас введу сюда more, а мод называется more columns, то мы с вами видим, что колонок, мода на колонок здесь нет. Тут есть только мод cast presets, а это именно дополнительные пресеты. Это не колонки, это именно пресеты глаз дополнительные. Это, это не колонки. Такие дела. Поэтому я просто в ожидании модов, которые здесь появятся. И надеюсь, они появятся все, которыми я пользуюсь. Но тут, в принципе, модов сейчас дофига. И тут и Wonderful Vims, и Ultimate Jobs, и Realistic Cooking Mod. А если посмотреть все, тут, ну, их довольно много. И различные любительские комплекты вот авторов. И что тут еще? Ну, дофига. Всякие различные функциональные load trades, эти черты характера для участка. И вот функциональная лестница, я тоже еще себе установлю. Вот, Butter Build Mod, который очень классный, но очень бесит. Но ему нужно постоянное обновление, поэтому его тоже можно установить. Вот, всякая одежда, линзы, прически, пресеты губ, различные, тут даже есть мод на банковскую систему. Короче, реально очень классная программа. Она стоит того, чтобы ее скачивать. А еще самое главное, самое интересное в этой программе то, что вы сможете наблюдать за тем, что есть в вашей папке mods в виде картинок. Всякие линзы, всякие реснички, всякая одежда. Тут все у вас будет показано в виде картинок. И если вам что-то в игре перестанет быть нужным, вы просто сможете нажать правой кнопкой мышки, например, вот так вот. И нажать на кнопку Delete Mod, тем самым удалив мод из своей папки mods полностью. Вот, потом зайти в список и скачать что-нибудь другое. Тут неоднозначно. Он вроде бы и полезный, а вроде бы и бесполезный, а вроде бы и классный, а вроде бы и не до конца классный. Поэтому пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот, будете вы ли пользоваться этой программой или не будете вы ей пользоваться? Мое мнение, что я буду ей пользоваться и ждать, пока в программу добавят те моды, которыми я пользовался до этого. А это именно 5 колонок, это различные чит-экстеншены и тому подобное. Вот такие дела. Поэтому, если вам понравилось видео, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, дабы не упускать самую свежую и интересную информацию. С вами был Сергей, канал Хабагивля, я всех безумно люблю. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.